За январь-август текущего года Брестской областью обеспечено выполнение прогнозных показателей по экспорту товаров, а также номинальной среднемесячной заработной плате. Положительные темпы роста сложились по валовому региональному продукту – 103,3% при прогнозе на 2013 год – 109,9% и экспорту услуг – 113,6% при прогнозе – 118,5%. Прямых иностранных инвестиций за первое полугодие привлечено более 60 миллионов долларов США. По словам заместителя председателя Брестского области полкома Михаила Юхимука, в целом в области обеспечивается развитие экономики, но устойчивости в темпах роста нет. Беспокойство вызывает снижение объема в первую очередь в сельском хозяйстве, темп роста валовой продукции – 95,7% при годовом плане – 106,5%. На транспорте объем перевозок груза – 95,5%, объем перевозки пассажиров – 98,1%. По промышленности рост объема производства в физических объемах составил 103,4%. Это тоже второй показатель в республике, однако годовые задания, доведенные до области, составляют 110%. Проблема в таких отраслях, как текстильное и швейное производство на сегодня – 92,6%, это производство машин и оборудование – 93,2%, это химическое производство – 94,8% и производство и распределение электроэнергии. По сравнению с началом года на 4% выросли складские запасы готовой продукции. Ситуация не критическая, но тенденция на увеличение не может оставаться без внимания, как и качество производимой продукции, которая порой находится не на самом высоком уровне. За отчетный период стало больше убыточных предприятий. По словам Михаила Юхимука, подобная ситуация сложилась из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителей. Вторым вопросом, стоявшим на повестке дня на заседании облсполкома, была степень готовности служб жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. В целом выполнены все намеченные работы по подготовке объектов жизнеобеспечения области к работе в зимних условиях. Состояние котельного оборудования на котельных областях в целом удовлетворительное. Запланированный объем ремонтов обеспечит необходимую работоспособность и безопасность оборудования. На всех котельных областях, отапливающих социально значимые объекты, имеется резервное оборудование. Организации области укомплектованы инженерно-техническими работниками, эксплуатационным и ремонтным персоналом котельных. Всего под надзором органов Государственной энергетической инспекции в Брестской области состоит 4681 потребитель тепловой энергии и 2127 теплоисточников. Все они, согласно плану подготовки к осенне-зимнему периоду, к 1 октября должны были оформить паспорта готовности, с чем подавляющее большинство, около 99%, справилось успешно. Оставшимся предприятиям необходимо решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Как и остальным руководителям, ответственным за решение обозначенных в ходе заседания проблем, необходимо найти как можно скорее способы исправления ситуации, сложившейся в некоторых сферах экономики области. До конца года осталось 2,5 месяца, а потому работать придется максимально оперативно.